Я вас приветствую! А скажите, убирать в шкафах кухни, это не самое интересное занятие. Но приходится это делать. Туда-сюда, туда-сюда, из шкафа в шкаф переношу. И подумала, а что это вы? Вы сдельничаете. Между прочим, понедельник. У меня понедельник. Вы там еще, наверное, спите. Может, уже не спит кто-то. Ну, давайте-ка, и вы поработайте. Ой, а с чего я начала? Начала я с того, что, как вы помните, у меня здесь был же второй холодильник казённый, который у меня был шкафом. Потом его убрали, слава богу. Золго лет он мне тут мешал, стоял. А и в нём стояли всякие продукты. Эти продукты мне нужно куда-то было переставить. Я быстренько разобрала вот здесь вот. Вот эти, здесь же вот здесь вот у меня это шкафы тоже, да. И оказалось, что не очень удобно пользоваться. Вообще, знаете, я вам скажу, вот я вам скажу прямо. Вот эта кухня дурацкая. Дурацкая в высшей степени. Вот я, например, никогда в жизни не сделала такую кухню. Смотрите, шкафы. Шкафы. Вообще. Ну, до этой полки я до конца не достаю. До верхней я достаю только вот здесь. Вот, знаете, взять какую-то кастрюльку. Там я даже не знаю, что там есть в глубине. В глубине я беру вот это вот. Сейчас покажу. Пожалуйста, в глубине я беру вот это и пытаюсь оттуда это все вытащить. Каким-то образом. И потом, знаете, проходит там лет 10, и ты вдруг что-то вытаскиваешь. Ой, боже. Неужели это у меня когда-то было? Вот. Поэтому я не понимаю. Но вот это хороший шкаф. Это хороший, да. Тут раз, два, три, четыре, пять полок. Практически, ну, в глубину, конечно, достать трудно. А здесь, здесь нормально. Ну, внизу это тоже там. Втры погибели, по крайней мере, можно стульчик взять. Сесть на него и туда там нырнуть и дотянуться, чтобы помыть и повытирать. Ладно. Но это, вот они сделали такое. Для кого это сделали? Для кого? То есть тебе нужна лестницу для того, чтобы ты... А помыть я вообще не могу достать там. Я уже не говорю о том, чтобы потолок помыть. Каким-то образом. На него мухи садятся. Они там любят посидеть. Я потом беру эту, швабру, на нее новую мочалку и пытаюсь потолок помыть. Оно тебе капает на голову, ну и так далее. Короче, очень удовольствие большое. Так вот спрашивается, что было вот здесь вот? Да, ну здесь стоял казенный холодильник, тут они не могли сделать шкаф. Ну вот эти, например, шкафы. Еще было не взять эти шкафы вот здесь вот поставить каким-то образом. Тут какой-то шкаф, может быть, сделать. Но, знаете, может быть, я вам скажу почему. Потому что вот эта стенка, вот эта вот, которая у меня между кухней и той комнатой, она есть в таких квартирах. Вот у нас здесь такой комплекс. Тут наш дом, потом еще там, еще один, еще один, еще один. И в шесть домов, по-моему, всего получается, да, больших. А и вот если есть туда окно и сюда окно, то тогда эта стенка есть. А вот напротив, вот у меня прямо за спиной дом, у них там есть, поскольку у нас дом построен, вот эти наши дома, на очень крутой горке. Некоторые удивляются, почему у меня с этой стороны первый этаж, ну вот как бы совсем уровень с землей. А с той стороны у меня третий этаж, потому что горка такая крутая. И они землю не срезали, а чтоб земля потом не двигалась, знаете, не ехала. А они землю оставили, как она есть. А дом, они у нас, все дома здесь построены на сваях, они вписывают в рельеф. Ужас, ужас какой-то. Так вот, и вот за мной есть такие квартиры, которые под горку, вот так вот, совсем под горку. И в нашем доме такие есть. Там внизу, в самом низу, а там с той стороны у нас есть такие квартиры. И у них вот этой вот нет окна, и у них как-то вот этой вот стенки нету. Здесь я не знаю, как у них это сделано, но я точно знаю, стенки нету. И у них это не считается не спальня, а считается столовая. Ну, кто хочет, там они спят, где угодно. А вот даже вот эти вот все, вот если открыть окно, и вот здесь вот первый ряд идет, там гаражи идут на земле, а потом идет первый ряд, вот у них у всех вот этой стенки нету. И поэтому, поэтому у них, наверное, вот те, кто строил весь этот комплекс, потому что все везде квартиры одинаковые, то они, наверное, по проекту у них не было кухонь, которые должны, как бы, находиться на этой стене. Ужас, какую я речь тут толкаю. Ну, поэтому, приходится изгаляться. И вот это вот эти шкафы, которые внизу, ну, конечно, в три погибели из них, конечно, неудобно доставать. Ну, туда там по напиханным вчера там повытаскивала, боже мой, альбомы какие-то еще, что-то такое. Освободила весь этот вот этот вот шкаф, вот тут вот он такой. Там у меня раз, два, три, четыре. А вот здесь у меня пустое место, здесь должна быть посудомойка. В каких-то квартирах есть, в моей квартире нету. Слава Богу, нам не надо. В принципе. Ой, и поэтому, поэтому, я теперь вот это все свои приспособления, которые у меня для кето, ну, там вот тут для выпечки всякое такое, я решила перенести сюда. А тут у меня стояли, вот смотрите, вот эти какие-то дурацкие, которых я понакупила в свое время. Ну, тоже рецепты читал. Так, сейчас отвлекусь на минутку. Просто покажу. Вот это вот называется итальянский уксус из белого вина. Ну, еще есть. Я не помню, когда я его купила. Лет 10, наверное. Да, больше, чем 10. Это итальянский уксус из красного вина. У них такой запах винный. Кислого вина. Вот это я вообще купила. Все так, бальзамический уксус, бальзамический уксус такой. Я не буду высказывать, как это для моего вкуса, то, что есть люди, которым это нравится. Мне не понравилось. Скажу так. И поэтому, поэтому. Они вот у меня там стоят, вроде бы вылить, взять и бутылки повыбрасывать. Ну, как-то думаешь, а вдруг тебе понадобится. А вдруг тебе понадобится и придется идти покупать. И вот оно у меня там вот стояло. В этом шкафу за спиной. Ой. Я решила это оттуда убрать. И попереносить в конечном итоге туда то, что касается этого. Ну, для кета, для выпечки. Ну, понимаете, я же сказала. Так, это у меня значится... Ой, Господи, мне хочет выпрыгнуть. Как он называется? Таймер. Вылетают все слова из головы. Пока вспомнишь так быстро, так еще и не вспомнишь. Это у меня был таймер. Потому что у меня тут в духовочке... Ой, уже повыпекались. Так, выключаю. Мой обед. Обед выпекается. Так, выключу. Ой, сейчас не будет тут жарко. А я же хочу тут с вами, так сказать, повеселиться, побеседовать. Сейчас покажу. Я обычно... Можно... Знаете, здесь такая теплоизоляция, что эти шкафы не греются, которые возле духовки. Ну, все равно, если закрыть ее, сразу вытащить, там, ты выпек что-то, а сразу вытащить, ну, получается, не очень это хорошо. Потому что она долго потом остывает. Эта духовка. Так, вытащила. Ну, я так обычно раз и ушла из кухни. А этот раз я тут уже не забыла, что я выпекаю хорошо, что таймер был. Ну, я всегда ставлю таймер. Сейчас я покажу вам, что я выпекла. Так, смотрите. Ой, как страшненько выглядит, когда только из духовки. Это куриные крылышки. Так, прикрою пока духовку, потом открою. Теперь сейчас я их переножу и покажу вам в красивом виде. Так вот, вот эти вот переносить туда-сюда зло берет, потому что это как бы отнимает твое время. И потом таким не хочется заниматься. Я не знаю. А как вы решаете все эти вопросы? Разве на всегда поставили. У меня так не получается. А вот это вот, эти крылышки, я замариновала. Сейчас скажу в чем. Я замариновала их. Называется, как же это вот по-русски, устричный соус. Немножко устричного соуса. Он, знаете, чем-то так здорово смахивает этот устричный соус. Мне он так по консистенции очень смахивает на сливовое повидло. И вот это в нем. Потом я сейчас покажу. А потом я туда добавила, называется, как же он называется, свит-чили соус. То есть, красный соус чили. Ну, он такой сладкий. Это там как бы перец чили. Но он не такой ядовито-ядреный, как он мог бы быть. Головой более-менее. Вот это я смешала. Еще я взяла сюда. Это классно получается, вкусно и быстро. Я сюда добавила, я их еще посыпала. Можно просто солью. А я чесночной, чесночной солью посыпала. И вот оно у меня стояло. Пока я тут с этими шкафами чуть-чуть завелась. Вот оно у меня стояло и мариновалось в этом. Значит, быстро, хорошо, всего по чуть-чуть, всего понемножечку. Получается такое хорошее и вкусное. Я как-то совершенно случайно, а, да, хотела сказать, по поводу вот этого устричного соуса. Знаете, я как-то раньше, он у меня, я его купила, но не знала, что с ним делать толком. И он у меня стоял, стоял, стоял. И я вот в таком случае использовала соевый соус. Но, знаете, я вам скажу, соевый соус это такая вещь. Вот я, например... Все падает, все падает. Вот я, например, часто вижу, когда некоторые, ну, русскоязычные, скажем так, блогеры, которые там готовят какую-то кулинарию, показывают, или просто люди, они берут и этот соевый соус, там, ну, я не знаю, там, такие странные сочетания, там, помариновала какой-нибудь там соевый соус. Это я хочу, знаете, для чего охладить, чтобы в кухне ничего такого горячего не было сильно. Они берут и этот соевый соус, смешиваясь с такими компонентами, которые, ну, с моей точки зрения странно, потому что соевый соус, он вообще такой азиатский, и он идет с азиатской кухней. Именно вот этот соевый соус, чеснок, перец, там, какие-нибудь там листья, как они там, листья чего, такой карри, есть такие листья зеленые, карри называется листья. Ну, в общем, вот с таким он сочетается. А с такими вот там сливками со сметаной соевый соус, оно вообще как-то, ну, совершенно не сочетается. Ну, если, а, да еще как скажут, там, налейте 5-6 столовых ложек соевого соуса, то у меня вообще глаза, глаза, так сказать, расширяются. Ну, на вид оно, наверное, выглядит. Это не горелое, это соус, поскольку там в нем, ну, сахар, наверное, есть или что-то такое, послалое. Поэтому, ну, оно выглядит немножко. Страшненько, но на вкус оно очень вкусное. Вот поверьте мне, я уж не делаю, не первый раз, но очень вкусно. Сейчас покажу этот соус, про который я так распинаюсь. Устричный. Устричный соус есть еще, есть еще, называется рыбный соус. Ну, по-английски это называется, рыбный называется fish sauce. Может, вы где-то такое название услышите. А устричный он называется oyster. Потому что устрица по-английски oyster. Вот, вот он такой вот. Вот смотрите. Да, вот по стенке видно. Потому что я ее переворачивала так, чтобы он стекал. Он такой густой довольно. Ну, вот чем-то такая. На повидло. Здорово смакивает на повидло. Помните, было такое повидло в советское время? Банками трехлитровыми продавалось. Я помню, мама покупала пару раз. Вот такая банка трехлитровая, железная. Как из-под сгущенки, только такая здоровая банка. И мама покупала, вот-вот он, видите, потек. И было так классно намазать хлеб маслечком чуть-чуть, а потом этим повидлом. Это было бесподобное, яблочное. Яблочное повидло, мама покупала такое. Оно было густое такое. А я говорю, никакого пирожного. Кто-то нам покупал эти пирожные. Никто-то их не покупал. Сами себе делали. Ой, а еще знаете, что я вспомнила? Что мы делали? Я не знаю, делали ли вы или нет. Берешь, значит, вот этот хлеб, который кирпичик такой свеженький. Разрезаешь его через всю эту его, как сказать, через всю величину этого хлеба. А потом под кран, под водичку, под кран. Потом стряхнул так его. А потом на губ и в сахар. И на улицу с этим куском. Ой, какая это была, какая это была красота. Ну, это сколько мне было лет? Шесть, семь, может быть. А мои родители на меня, если вдруг они это видели на меня, ругались, кричали, не разрешали мне выходить с куском. Сядь и поешь дома, мне говорили. Нечего ходить с куском на улицу. Ой, мне было так обидно. А другие выходят на всякими бутербродами, летом особенно этой. Икрой намазана какой-нибудь там. А в этой, из синеньких икра там или еще из чего-нибудь. И выходят с таким куском. Утром, утром встали, утром шел, утром пока там. Мама приготовит что-то кушать. Мама не работала, потому что, ну, дети как бы маленькие. И ты утром встаешь, и что тебе? Ну, встал там, проснулся, может, там часов в десять. На кухне уже там что-то гремит. Ты там приодел на себя какой-то там сарафанчик и быстрей на улицу. Гулять. Потому что уже, может, подружка какая-то в дверь постучала и спрашивает. А Ира выйдет? А Ира выйдет, выйдет. Вышла, и вот это ж, выходишь. Так вот, другие выходят с таким куском, им дали на завтрак. А мне не разрешали. Папа с мамой. Мне нужно было. Ждать, пока будет завтрак. И пока мама с балкона покажет. Ира! Затракать. А ты тут разыгрался. Такое тебе надо переться на этот завтрак. Ой, такие воспоминания. Господи, ничего. Так вот. И вот, значит, такой у меня называется свит чили. Сладкий чили соус. Ну, вот такой вот. Если у вас нету его, замените аджикой. Если у вас есть такая хорошая аджика, которую вы делали. Вот это вот подходит, нечего делать. Немножечко того, немножечко того. О, немного, много не надо. И потом можно добавить соли. Можно, я чесночной посыпала соль, потому что она у меня есть. А если нету, то этим чесночка. Чесночка раздавить. И так сказать. Можно сделать это. Вот. Ой. Ты так вот начнешь что-то делать, а тебе так воспоминания вот эти. От твоего детства. Знаете, я вообще пришла к выводу. Я между делом буду так ставить туда. А то я так разговариваю, а делать не делаю. Я пришла к выводу, что вот у меня по сравнению с моими детьми, как-то детство было интереснее, я бы сказала. Намного интереснее. Почему? Ну, во-первых, у нас было, я бы сказала, было больше свободы. Ну, тогда не было такого. Тогда дети ходили, где попало, как попало, куда попало. Никто об этом не думал. Было больше свободы. Потом мы могли ходить, там у нас было, ой, куда мы только не ходили. У нас там, где я жила, был дом, и чуть ниже так спускаешься, проходилась такая одна колея. Это была железная дорога, там, в Каменском, с Коксахима на металлургический комбинат. Возили уголь, кокс, туда. И мы ходили по этой дороге, мы по ней там, по рельсам ходили, знаете, балансировали, как балерины. Через нее ходили, там, цветочки собирали, там, дальше там люди огороды какие-то, а то город туда дальше, город идет, то, что я жила на Черемушках, назывался район. После того, как в Москве построили район Черемушки, юго-западный район, и вышел этот фильм, я уже не помню, как он назывался, он, может, так и назывался, этот фильм, Черемушки. Во всем Советском Союзе появились районы, которые назывались юго-западные Черемушки. Так вот, в нашем городе, он тогда был, Днепродзержинск, в нем тоже все это строилось. И вот мы жили на Черемушках, за путями, называлось, это было, не знаю где, не знаю как. Это было страшно далеко, потому что это мы переехали туда в 61-м году. Тогда еще всего этого района, который в Каменском, там, ну, кто живет, если вдруг кто-то меня смотрит, и только строилось, там, левого берега, их помине не было, этого большого района. И вот я так вспоминаю, то есть вот, мама возила меня, ее сестра жила в селе, бабушка там была, мамина мама. Меня возили туда, там, отвезут, например, там, на неделю. Ой, это было мне наказанием. Ну, с одной стороны, там, сестры были, двоюродные две сестры. Можно было бы идти поворовать огороха. Ой, ужас какой-то. Ходили сестра старшая, она старше была мне на два года, ее уже царство и небесное, нету в живых, пошли воровать горох. А там объездщик едет, объездщик, такая бедка у него называлась, с лошадью. И она знает, там нетравленный, то есть небрызганный горох. Вот нам надо был этот горох, на своем огороде есть. Нет, надо туда пойти. И он объездщик ездит, а... И мы там зашли, там, через посадку, что-то там рвем этот горох. Ну, а он, значит, едет, а у него такой, этот, кнут. Ой, текаем, текаем ту посадку, тот горох схватили. Ну, дети, дети, ну, сколько там нам было? Лет 10, наверное, 11. Текаем с тем горохом, там, половину потеряли, но нарвали. Потом мы ходили с ней, я помню, выкапывать. Знаете, вот есть душистый горошек, вот эти вот полевые цветочки. Зачем-то мы ходили, выкапывали его, корни эти. Мы это ели. Мы ели потом, знаете, вот эти калачики, растения, они здесь есть. Такие калачики называются, у них такие листья, и потом такие зелененькие у них там эти, получается, плодики. Мы это ели. Мои дети уже такого не делали, это точно. Уже, да, да, да. Чтоб мои дети такое что-то ели. Так, такого быть не может. Потом, вот уже теперь, что касается внуков. Ну, внуки это вообще. Для меня это, знаете, это как тюрьма. Не знаю, от чего это, безопасность изменилась, или еще чего-то такое. Вот этого не знаю. Это, тогда тоже такое было, тогда тоже такое время было. Ничего такого, знаете, тоже хорошего не было, потому что у нашей соседки была приятельница. И она жила недалеко от моего дома. Это я про мамин дом, конечно, рассказываю. И она жила недалеко, и тоже над этими путями ходила ее внучка гулять. Ходила гулять, подошел дяденька, а девочкам было лет по 10. Дяденька с ней поговорил, а потом говорит, девочки, а вы не хотите там как-то, он их это приговорил, снять трусики? Днем, днем, совершенно, летом. Девочки по своей глупости поспускали их. Не знаю, как он их это приговорил. Это она рассказывала о самом ужасе. Вот, а, ну, это не умеют эти люди. Ну, а потом, и это они его слушали. Девочек было человек 5 или 6. Ну, и потом, значит, пока дяденька, что он там им рассказывал, может, он там доктор сказал или еще что-нибудь. А когда дяденька захотел погладить уже так вот сверху, девочки перепугались и убежали. Ну, дяденьку, конечно, никто никогда не нашел. Извините за такие подробности. Но из песни слова не выкинешь. Вот, поэтому... Это уже поколение такое. А вот внуки теперь везде. Здесь до 14 лет без родителей никуда дети не могут ходить сами. Со школы может ребенок только прийти сам. Но его должен дома ждать взрослый. Взрослый имеется в виду после 16 лет. Вот. С 14 до 16 это уже туда-сюда подростки. Ну, а после 16 лет здесь даже можно уже и в школу не ходить. Иди работай. Пожалуйста, иди там в супермаркете, стой на кассе. Тебя возьмут. С 15 лет берут. И вот так вот. А они как-то сразу так вроде тут дети, дети, дети. А потом сразу взрослые. Еще я помню себя. Боже мой. Мне 6 или 7 лет. Ой, я уже не знаю. Мне кажется, я когда-то рассказывала. Мы... У меня была подружка. Мы жили в квартире. И напротив была квартира. И такой старый дом, старый подъезд. И был такой широкий подоконник. И мы с ней на этом подоконнике играли. И у нас были куколки. Мы сами рисовали себе куколки. Из картона. Из такого. Ну, там голова, так, руки, так. Так, руки. Ноги нарисовали. И мы брали фантики от конфет. У меня даже... А, да. Ну, бумажка есть какая-то. Покажу. Значит, мы брали фантики от конфет. Складывали вот так пополам. И этой куколке вырезали из этих фантиков платье. И так тут голова просовывалась. И были такие платья. И мы там с ней игрались на этом подоконнике. У нас там выходили. У нас там были квартирки делали себе. И там игрались. А где же этих фантиков набрать? Конфеты были дорогие. Шоколадные конфеты были, например, миним... В то время минимальная оплата была 40 долларов. 40 рублей. Это был... Сейчас я вам скажу, какой год. Это был 59-60 год. Вот так вот. 40 рублей была минимальная оплата. Конфеты шоколадные стоили 3 рубля килограмм. 3,50. Не очень разгонишься покупать. Это когда вспоминают там мороженое 20 копеек и хлеб 20 копеек. Ну, одинаково, да? Порция мороженого и хлеба. Кстати, где было взять фантиков? И мы ходили после парадов на майский парад, на октябрьский парад. Мы ходили вот там, где идут колонны. Это было не очень далеко от нашего дома. Надо было перейти на центральную улицу. Она называлась тогда Ленина. И люди шли, кушали конфеты и фантики бросали. И мы потом после парада, где-то часов, наверное, уже в 12, час дня, мы туда ходили и собирали эти фантики. Я тогда это с вами знала. И знаете, было так повезло, если кто-то развернул эту шоколадную конфету, там, красный мак, каракум, там, каким-то мишка на севере или еще какой-нибудь такой. И, знаете, развернул, так, развернул и бросил. Это так хорошо, но не помятое. А если кто-то взял ее, так помял и бросил, ну, так обидно было. Ну, надо было разглаживать это. Ой, такие воспоминания, то есть, вот как-то такая жизнь была веселая. А уже у моих детей было, уже можно эту куколку было купить, такая красивая, вся из себя, вырезаешь. К этой куколке прилагались платья. Ну, внучка тут, что тут внучка? Внучка в интернете сидит, тут игры в интернете и все. И все это такое. Не правда, она когда была маленькая, мы с ней в лоту играли часто. Я ее научила в карты играть, в дурака, в пьяницу мы с ней играли. Ну, а теперь, теперь уже другое время. И так вот я вспоминаю, и я думаю, а вот уже наши прамнуки, какое у них будет интересно детство. Так иногда вечером ложишься спать, а потом начинаешь вспоминать. То вспоминаешь, то вспоминаешь, то брык заснул. Утром просыпаешься и не помнишь, что я сделала. Ой, я тут, звука, время. А, два часа, мне обед. Слушайте, что я здесь сделала на обед? Значит, у меня вот здесь вот этот, йогурт, потому что на кету не очень хочется кушать. А вот это вот я насыпала такого сахарозаменителя туда, две ложечки. Тривия, тут это, стевия и немножко ретрита. И вот у меня размораживаются фрукты клубника и голубика. Я всегда забываю, мне захочется сказать по-английски, блюбери. Ну, не буду тут, я это потом сейчас смешаю вот с этим. Йогурт, вызываю эти ягоды туда, перемешаю, и будет у меня такой классный обед. А на завтрак, знаете, что я была на завтрак? Сейчас я вам нагоню аппетита. Значит, вот у меня ж хлеб, который я выпекала, кому интересно, посмотрите. Это ж я вот этот такой выпекала, Аткинс. Хлеб. А, хорошо пахнет до сих пор. Значит, хлеб хороший, вкус хороший. Единственный мне недостаток, очень много льна. Мне не нравится столько семян. Значит, пришла к выводу, покупать не буду. Лучше куплю готовый, в нем практически семян нет. Он сделан из миндальной муки, а тут одни семена. Надо долго его там жевать, пережевывать. Ну, не очень. Еще я прочитала, что для моей щитовидки это не очень полезно. Ну, как бы доем. Так вот, я, значит, утром нарезала кусочки. Потом так чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот тут у меня маслечка нестоленая чуть-чуть-чуть. А потом сверху селедочки. Ой, такая классная селедочка. Сейчас я вам покажу ее. Вот эта ж селедочка, которую мы с вами ездили, купили. Сейчас я ее покажу. Она размеждая, потому что вы ее видели замороженную. Значит, я хочу сказать, вот эта, которая называется деликатесная, я бы сказала, довольно соленая. Мне кажется, я, смотрите, так, боюсь наклонить, чтобы она не вылилась. Вот такая вот она в масле тут. Масло ужас какое-то, пол-литра масла. Вот, солоноватая, я бы сказала. А еще вторую я купила. Вторая называется скандинавская там какая-то такая. Попробую ту. Может быть, та не такая соленая, тогда буду ту покупать. А если кто помнит, я еще хотела купить в упаковке, вот такую, в синей такой упаковке селедку, потом забыла вам сказать. Я ее не взяла, потому что когда я начала платить, а мне продавец говорит, а вы обратили внимание, что она уже expired. Expired, это значит прошел срок годности. А я нет, не обратила внимания, ну и не взяла ее. А потом я даже и пожалела, а ей срок годности прошел 23 марта. Да, я подумала, да мы в советское время там, что мы только не ели, но подумала, ладно. В общем, я ее не взяла, поэтому не могу сказать, какая она. Ой, да куда-то у меня было такие бутербродики, завтрак такой классный. Между прочим, селедка на завтрак, это, между прочим, английский тоже завтрак. Только у них еще копченая селедка, ну там, в Англии. Здесь, наверное, не очень, а в Англии, да. Вот, и поэтому у меня был такой, ой, такой, ой, вкусно было. Ой, так вкусно. Селедочка на хлебушек, так, и чуть-чуть маслечка. Еще я взяла зеленый лук у меня на балконе, на маслечко так. Чуть-чуть зелененького лука, ничего не надо. Ну, кто употребляет, это хорошая, наверное, запись для водочки. Я не употребляю. Я ее водочку, я ее, я ее органически не переношу. Не только, чтобы ее. Только, чтобы ее пить, но я даже ее запаха не терплю. Ну, вот так вот. Очень я так, знаете, все-таки разболталась с вами. Вместо того, чтобы заниматься делом, предалось воспоминаниям. Ну, знаете, иногда такие приходят мысли и воспоминания в голову. Все как-то. Приятно вспомнить. Ладно, увидимся еще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...